Здравствуйте, друзья! Меня зовут Алексей Печи. Сегодня уже 4 мая на календаре. Мы традиционно подводим итоги уходящего дня с приглашенным экспертом. Но прежде чем мы начнем, традиционно начну с короткого введения, чтобы был понятен контекст нашей беседы. Итак, администрация президента США, похоже, взвешивает, стоит ли работать напрямую с Китаем, чтобы добиться урегулирования войны в Украине путем переговоров. Вот к такому выводу приходит известный колумнист издания The Washington Post Дэвид Игнатиус, который накануне провел большое интервью с госсекретарем США Энтони Блинкиным. Но, как говорит Блинкин, предпосылкой для любых дипломатических усилий, даже при привлечении к ним Китая, будет украинская победа на поле боя, что поставит Киев в более сильную позицию на тех самых переговорах. Вот в таком случае Вашингтон готов якобы даже лоббировать проведение этих самых переговоров. И тезис о том, что и Китай сейчас занял такую выжидательную позицию и будет делать свои выводы после украинского контрнаступления, озвучивал в одном из наших предыдущих эфиров и политолог Рамиз Юнус. Следовательно, в этом контексте позиции США и Китая могут, насколько это выглядит, частично совпадать. В то же время, отвечая на вопрос, каким будет успех ВСУ во время контрнаступления, Энтони Блинкин заявил, что, цитирую, «Украина добьется успеха в возвращении большей части своей территории». Ну а дальше Энтони Блинкин удивил достаточно откровенным заявлением о перспективах сотрудничества с Китаем для достижения стабильного мира в Украине. Опять-таки, цитирую. «В этом нет ничего плохого, если есть Китай, который готов добиваться справедливого и прочного мира. Мы приветствовали бы это, и вполне возможно, что Китай сыграет свою роль в этих усилиях». И вот здесь я напомню, что Вашингтон уже сигнализировал о том, что готов к диалогу с Пекином на наивысшем уровне. Кроме того, Блинкин отметил, что в мирном плане Китая есть некоторые позитивные пункты, например, уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности всех стран, что подразумевает вывод российских войск из Украины, ну а также снижение стратегических рисков. В то же время глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Минли накануне охарактеризовал Си Цзиньпина как жесткого реалиста, который верно оценивает реальность, где Россия уже не способна победить. И вот в этом свете режим диктатора Путина снова прибегает к провокациям с целью новой эскалации. Вот как раз накануне контрнаступления ВСУ и вероятного диалога США и Китая Москва заявляет о якобы атаке на Кремль, ну и даже называет это почему-то покушением на Путина. Уже сегодня Кремль обвиняет в этом США и Украину, но к большому сюрпризу для Москвы и в Вашингтоне, и в Пекине на это отреагировали достаточно прохладно. Вот ни одна из сторон не называет это атакой Украины. Итак, подробнее о том, зачем Москва атакует Кремль и возможен ли диалог между США и Китаем для достижения мира в Украине, об этом все мы сегодня поговорим с политологом из Вашингтона Рамиз Юнус с нами на связи. Господин Юнус, рад вас приветствовать. Питаю вас, дякую за запрошение, рад вас видеть в добром здравии. Приветствую всю нашу многоуважаемую аудиторию. Слава Украине! Героям слава, рад вас еще раз поприветствовать. Что ж, и в Вашингтоне, и в Пекине, ну а уж тем более в Киеве, достаточно трезво оценили путинскую провокацию с атакой на Кремль, понимая, ну кто за этим стоит. Хотя Кремль уже сегодня придумал легенду, что это якобы США поручили Украине совершить так называемую атаку. Вот как вы считаете, какова цель такой провокации и чего пытается добиться этим Кремлем? Я внимательно прочитал и прослушал Вашу преамбулу, и во многом я с нею согласен, особенно в той части, когда и Энтони Блинкин согласен со мной, то есть озвучил, в принципе, то же самое, что я говорил в эфире Вашего канала. И здесь это большая пища для размышлений и для Вас тоже, в плане того, когда кто-то начинает бросать какие-то определенные нарративы из неназванных источников, Вы должны их или осутболивать, или не обращать на них внимания. Я всегда призывал Вас слушать официальных лиц, именно конкретных лиц, а именно названные источники. А Энтони Блинкин все-таки входит в высшее руководство США, госсекретарь, и он очень тесно задействован во всем этом процессе, и он владеет всей полнотой информации, которую нужно обладать главному дипломату Соединенных Штатов Америки. И поэтому и это интервью очень показательное, там очень много правильных ответов, хороших месседжей для понимания того, для понимания полностью позиции Соединенных Штатов Америки, как сегодня и как на перспективу, в зависимости от того, как карта ляжет на поле военных действий. И касательно позиции Китая, касательно отношений в Соединенных Штатах к позиции Китая. Что касается вот этого вопроса, который вы сейчас задали, понимаете, этот вопрос уже в Америке перестали обсуждать. Вот его обсуждали только вчера. То есть это обсуждали в силу того, что российская пропаганда, так сказать, достаточно уже отработана у них, этот механизм. То есть вот как сделать так, чтобы бросить этот нарратив, и чтобы он охватил всю планету, то есть англоязычный, русскоязычный, то есть всех тех, кто задействован в этой войне. Но уже за долгое время этой войны образовалось уже противоядие, понимание того, как это делается целенаправленно для того, чтобы потом на этом спекулировать. И поэтому моментально, поняв, откуда здесь ноги растут, в Америке больше перестали на эту тему говорить. Вот я имею в виду на серьезном уровне. То есть сделали все свои заявления необходимые. Вот я имею в виду и разведка, я имею в виду и официальный Белый дом. И поэтому я уже не говорю о вашем президенте Зеленском, который также официально на это прореагировал, ну и ваши необходимые спикеры. Поэтому все понимают, что это провокация Кремля. И именно довольно такое же прохладное отношение того же Пекина к этой тематике и вообще везде по всему миру лишний раз говорит о том, что уже в мире стали разбираться, что есть что, то есть и кто есть кто в этой войне. Поэтому ответ на ваш вопрос, кому это выгодно и зачем это делается? Ну, однозначно это делается в первую очередь, конечно, для внутренней аудитории, для пропаганды. Потому что, учитывая совершенно не очень-то хорошую ситуацию на поле боя и вообще в целом тенденцию, которая каждый раз идет в сторону ухудшения, по всем направлениям я имею в виду. Начнем с поля боя, ну а потом по всей вот этой политической, экономической составляющей. И естественно в результате этого они пробуксовывают их пропаганда и им нужно что-то делать. И поэтому усиливать эту пропаганду. А как пропаганду усилить, когда вот надо что-то сакральное такое придумать? Уже Крым не является темой сакральной. Потому что вы эту сакральность раздолбали после того, как вы потопили флагман Москва, после того, как вы уже бомбили непосредственно сам Крым, включая тот же Крымский мост. И поэтому эта сакральность ушла. Нужна еще какая-то сакральность. Ну а какая сакральность может быть для них? А, ну вот бомбят непосредственно Кремль и непосредственно президента, который там в этот момент сидел, да, вроде бы. Во-первых, президент там не сидел. Американцы прекрасно знают, что он там не ночует. Более того, где он находится 24 часа в сутки, и американская разведка прекрасно осведомлена. Вот, и поэтому вот все эти спекуляции с попыткой, да, это мне напоминает прилет этого Руста во времена Советского Союза, во времена Горбачева, который вот прошел через все ПВО, так сказать, Советского Союза, приземлился на Красной площади. Но это не тот случай, потому что тогда войны как таковой не было. Вот, а сейчас идет такая полномасштабная война, и я вспоминаю тут времена 80-летней давности, то есть Вторую мировую войну, да, стоит вспомнить, и как охранялся тогда именно тот же Кремль, несмотря на то, что и Сталин так же там не находился, да. Вот, и то есть я к тому это веду, чтобы понимали бы, если тогда какие были возможности, и тогда это не удалось немцам, что сегодня при возможностях, которые имеет та же Россия, разве это какие-то вот такие дроны пришли. Более того, мы когда увидели, как это все было организовано, срежиссировано, все было снято, грамотно, все сделано, и вот показали то, что нам всем показали. Да поэтому именно топорность вот этого, этой инсценировки лично раз говорит о том, что насколько сегодня серьезно плохая ситуация по всем фронтам у российской машины. Ну вот, и поэтому эта тематика, она, я не думаю, она стоит того, чтобы мы больше на эту тему говорили. Да, другое дело, когда говорят, а что они преследуют, да, они будут и тема мобилизации, может быть, и тема того, что вот, например, будет они после вашего контрнаступления, удачного контрнаступления, я не сомневаюсь. Естественно, им нужно будет опять объявлять мобилизацию, нужно будет что-то делать для того, чтобы сплотить народ вокруг президента, вокруг Кремля, вокруг центра. А для этого что нужно? Для этого нужны какие-то вот такие сакральные моменты, чтобы показать. Не забывайте, как этот режим приходил к власти. Они бомбили собственные дома, где жили их собственные граждане. Понимаете? То есть они тогда пошли на это. И после этого вот началась вот эта вся истерия под названием «Мочить с артирой». Да, и вот потом мы видели Чечню, вот эту вторую войну, потом мы, я уже не говорю, до этого Нордос, Беслан и все остальное. А потом эти ковровые бомбардировки. Поэтому им нужно вот что-то такое. Я не думаю, что это последняя провокация, которую мы видим. Другое дело, конечно, вы и так готовы к любым провокациям. 24 часа в сутки, каждый божий день, ваши ПВО и ваши все другие службы готовы к отражению этих атак. То есть каждый день это происходит. Поэтому одним преступлением меньше, одним преступлением больше. Ничего это не изменяет в вашей позиции. Поэтому постарайтесь на эту тему просто так мало говорить и не реагировать. Потому что тем самым, чем больше мы на эту тему говорим, тем больше помогаем им проталкивать вот этот российский нарратив. Эта тема была вчера обсуждена, все получили ответы, тема закрыта. И давайте перейдем к другой тематике. Госсекретарь США Антони Блинкин допустил вот в этом интервью, о котором мы уже упомянули, диалог с Китаем по вопросу поиска справедливого мира в Украине. Действительно ли вот две крупнейшие экономики мира, которые вообще-то конкурируют между собой, способны сегодня вот консолидировать усилия? И как, по вашему мнению, далеко готов в этом вопросе зайти Китай? Да, однозначно, конечно. Вспомните историю Второй мировой войны. Ну, тогда они же сумели консолидировать свои усилия с более вражеской стороной, и идеологически в том числе, и с которой у них не было вообще никаких взаимоотношений. Ну, если не считать ленд-лист, да, ленд-лист это просто связанный был непосредственно с войной, а до войны какие у них были отношения. То есть, исходя из этого, мы должны понимать, что когда стоит конкретная задача, вот, и в этой задаче американцы всегда работают со всеми теми, кто в этот момент может быть полезен. То есть, прагматизм включается, это было, есть и будет. Вчера было, сегодня будет и завтра будет. Вот, ничего личного, кроме бизнеса. А здесь, конечно, американцы прекрасно понимают, что то, что Китай сегодня вышел на аванс-сцену, вот так полный рост, и говорит о том, что, и более того, удачно вышел, он красиво разыграл, они дебютную партию, надо отдать должное китайцам. Целый год они, вот видите, отсиживались, выжидали, но вот голосовали довольно правильно, с их точки зрения, я имею в виду, воздерживались, потому что если бы они голосовали бы не так, то тогда бы они бы, ну, не могли бы потом выйти вот с этим предложением мирным, вроде модератора. А вот сейчас, посмотрите, проголосовав три раза нейтрально, вот, последний раз они проголосовали, наоборот, осудили этого. Почему они этого осудили? Потому что сегодня уже их принимают, именно должность модератора. Вот та же Турция, которую, посмотрите, да, вроде модератора, в течение года, да, вот по гуманитарным вопросам, и в то же время Турция, посмотрите, как голосует по многим политикам, по всем этим голосованиям в ООН, она все время осуждала эту агрессию, да, в отличие от того же Китая, вот, и при всем при этом она не подключилась к тем же санкциям. Поэтому здесь идет такой баланс для того, чтобы ты грамотно защищал свои позиции, как страна, я имею в виду, Турция как член НАТО, с одной стороны, как член Рамштайна, ну и с другой стороны, как модератор, которого примут обе стороны воюющие, да, и плюс это будет положительно воспринято главными союзниками той же Украины. Поэтому и Украина, и Россия приняли Турцию, и, естественно, Соединенные Штаты точно так же весь коллективный Запад приняли. Но это гуманитарная тематика. Гуманитарная тематика, она продолжается, но все понимают, что все ближе и ближе политическая тематика на повестку дня приближается, потому что война дошла уже до такой стадии, вот сейчас то, что идет подготовка вот этого наступления, о котором говорят буквально все, со всех отзывков, как говорится, вот, говорит о том, что, ну, значит, эта война когда-то закончится, то есть она закончится с позиции силы одной из сторон. То есть ничей в этой войне быть не может. Вот это просто надо четко усвоить. Здесь может быть поражение одной из сторон. И кто может здесь победить, а кто может проиграть? Вот на сегодняшний день все же прекрасно понимают, и тот же Китай понимает, что сила несопоставима, да, у России нет той поддержки, которая есть у Украины. Россия, если один на один с Украиной, да, она сильнее. Вот, я имею в виду и географические территории, и народонаселение, и возможностями. Но Украина сегодня системная поддержка коллективного Запада во главе с Соединенным Штатом Америки. И тут героизм украинского народа, мотивация украинского народа, то есть вот то, что они проявили без этой поддержки в Киевской, Сумской, Черниговской области. И плюс вот когда эта поддержка заработала, уже успех. Харьковское направление, Херсонское направление, я понимаю. А сейчас вот такая, режим тишины, и все понимают, что будет намного сильнее контрнаступление Украины, и наверняка будут конкретные успехи этого направления. Просто другое дело, до каких пор эти успехи будут, да, то есть все понимают, что одним контрнаступлением, даже двумя, может, контрнаступлениями и тремя нельзя будет полностью освободить всю эту территорию. Но ситуация может дойти до такого состояния, что уже с позиции силы можно будет уже диктовать конкретные условия. Я поэтому всегда провожу параллели со Второй Карабахской войной недавней, когда Азербайджан на 44-й день войны вынудил Армению подписать соглашение о перемирии, подчеркиваю, соглашение о перемирии в плане того, чтобы 4 района из 7 Азербайджан освободил за счет героизма и гибели своих солдат. Но 3 района договоренность была в течение месяца, они добровольно уходят оттуда, 25 тысяч армянских солдат могли бы просто попасть в окружение и погибнуть. Ну и Азербайджан тоже должен был это отвоевывать военным путем, да, и тоже могли бы погибнуть азербайджанские солдаты. Ну и тогда была договоренность, и они за месяц освободили территорию. Поэтому здесь точно так же, если Украина выйдет к перешейку, например, разбомбит Крымский мост, Крымский полуостров окажется в окружении. Ну и естественно, все вспомнят 2014 год, как происходила аннексия того же Крыма, да, без единого выстрела, можно сказать. И таким же макаром это можно будет вернуть. А как это сделать? Политическим путем. То есть дипломатия должна быть, да, сразу моментально, а дипломатия должна же быть двусторонняя. Ну а кто будет на стороне России? А на стороне России должна быть страна, которая сильнее той же России, которая может заставить эту Россию послушаться в этом плане. Например, Турция, она сегодня не в той весовой категории, что она может заставить Россию, постоянного члена Совета Безопасности, ядерную державу, да. У них есть свои отношения, у Турции с Россией, поэтому этого достаточно для того, чтобы решать гуманитарные вопросы, которые вот они и решают. Я имею в виду и пленных, и зерновой контракт, и многое другое. Но то, что касается политической составляющей, здесь уже должны быть сильные миры с его, да, я имею в виду и главные страны на планете. И поэтому позади Украины будет Соединенные Штаты Америки однозначно, а позади России будет в этом вопросе Китай. И именно Соединенные Штаты это понимают, и поэтому они, в принципе, нормально на это, позитивно реагируют, просто аккуратно следят, наблюдают за всеми процессами, да. Доверяй, но проверяй, как говорится. И поэтому делают вот такие осторожные, позитивные заявления. А Китай со своей стороны просто понимает, что если Россия сегодня еще недостаточно договороспособная с точки зрения того же Китая, то после очередного нокдауна, который она, скорее всего, получит в ближайшее время, она станет еще более договороспособной. И тогда, естественно, начнутся сначала закулисные переговоры, а потом, когда эти закулисные переговоры могут прийти к какому-то логическому завершению, может быть, тогда и подключат непосредственную сторону. То есть это не проблема одного дня, но сам факт того, что вот наметки сегодня оконтуриваются, вот это мы должны понимать, и рано или поздно так и произойдет. Поэтому я согласен с тем, что Энтони Баленькем, в принципе, повторил все те тезисы, которые я озвучивал на ваших каналах. Это говорит о том, что, ну вот, мы не выдаем желаемое за действительное, мы включаем логику. И в этом вопросе я вижу и ваше правительство, ваше военно-политическое руководство правильно действует. И поэтому вот все эти темы, которые вас беспокоят порою касательно и приемов НАТО, касательно и поставок Ф-16 и многое другое, видите, оно уже не так болезненно воспринимается, когда вы начинаете доверять уже друг другу, союзникам. Я имею в виду в первую очередь тем же Соединенным Штатам Америки. Потому что уже пришло полное понимание у всех сторон, я имею в виду и у Китая, и у России, и у Украины, и у США, что в этом вопросе США и Украина, они пойдут до конца. То есть я имею в виду США на полдороги Украину не оставят. И это понимание уже есть и у военно-политического руководства Украины. Просто другое дело, вопрос стоит жестко, когда эта война закончится. И чем она раньше закончится, тем меньше жертв принесет та же Украина. Но поэтому давайте не будем сейчас спекулировать на эту тему и будем соблюдать режим тишины. Очень многое зависит в ближайшие месяцы от того, как будут развиваться военные действия на поле боя. И от этого зависит буквально все. Это касается не только вас, но это касается вообще всей планеты. Будущего этой планеты, будущей системы безопасности этой планеты, куда также будет входить та же Украина. Я имею в виду и ООН, и организация ОБСЕ, и Евросоюз, и НАТО. И вот эти два центра, как будут работать, и китайский центр, и американский центр. И какова перспектива приема Украины в НАТО, в Евросоюз и так далее и тому подобное. Поэтому очень много сегодня будет зависеть от ближайших нескольких месяцев. И вы должны это просто понимать и правильно оценивать. Господин Юнус, вот очевидно, что в контексте справедливого и длительного мира, о котором говорит всегда Антоним Линкен, нам очень важны определенные гарантии безопасности для Украины. Вот особенно в этот промежуток между окончанием войны и нашим вступлением в Североатлантический альянс. И здесь я всегда привожу несколько таких кейсов. Это, например, то, что по сути США недавно расширили гарантии безопасности для Южной Кореи. Это гарантии безопасности от НАТО для Швеции, пока она не вступит в альянс. Это в том числе и формат Шушинской декларации, которая была подписана между Азербайджаном и Турцией. Это ведь тоже, по сути, такой формат гарантии безопасности друг другу. Вот какими вы видите гарантии безопасности для Украины и кто может быть этим гарантом? И не допускаете ли вы, что в том числе этим гарантом может быть и Китай? Ну, хорошие параллели провели, и они вполне уместны. Вот, тем более, когда это произошло буквально за время этой войны. Ну, разве что Шушинская декларация, она произошла чуть-чуть немножко пораньше. Но опять же, да, буквально в ближайший год-два, да, это недавно произошедшие события. Это лишний раз говорит о том, что все то, что происходит сегодня на российско-украинском треке, заставляет все страны в той или иной мере задействованы. А, как вы сами понимаете, учитывая, что идет глобальное противостояние таких центров, как Китай и Соединенные Штаты Америки, то все будут стараться решить свои вопросы безопасности здесь и сейчас, и сегодня, включая, вот как вы привели пример, с Южной Кореи. Вот президент был здесь, южнокорейский, официально объявил о том, что Южная Корея отказывается от ядерного статуса и не будет этим заниматься, несмотря на то, что Северная Корея ядерное оружие имеет, несмотря на то, что Китай ядерное оружие имеет и Россия, да, вот эти три страны, которые все время поддерживали Северную Корею, а в их окружении, в Корее Южная отказывается от ядерного оружия, ну, им достаточно, что там на перешейке стоят 50 тысяч американских солдат, и плюс им достаточно, что американцы официально заявили, публично, что уже начнут заезды туда заплывать американские подводные корабли с ядерными боеголовками на борту. То есть этого достаточно, да, и поэтому никто же не будет с Соединенными Штатами связываться. Ни Китай, ни Северной Кореи, тем более, ни та же Россия. А вот недавний похожий статус, который Швеция получила, опять же, благодаря той же Великобритании, в первую очередь, да, эта инициатива была, вот, Финляндия уже член НАТО, а Швеции еще нет, как вы знаете, да, вот у них проблема с Турцией. Вот, ну, в любом случае, похожесть, значит, формат есть, как вы правильно отметили, между Турцией и Азербайджаном. Турция все-таки вторая армия НАТО, и Турция даже не ядерная держава. Но этого достаточно для того, чтобы Азербайджан, посмотрите, в каком вражеском окружении находится. У Украины нет такого окружения, но Украина единственное, что враг конкретный и такой мощный. Но вы не забывайте, Азербайджан с севера граничит с той же Россией, с юга, с тем же Ираном. То есть два ваших врага, они являются двумя врагами Азербайджана в том числе. Я уже не говорю про Армению, которая 30 лет оккупировала благодаря этим двум врагам 20% территории Азербайджана и миллион беженцев. Слава Богу, что Азербайджан, благодаря именно себе, в первую очередь, своему народу, своей армии, и благодаря, конечно, в первую очередь той же Турции, сумела модернизировать свою армию и стать достаточно сильной. И в конечном итоге мы увидели результат этой войны. И теперь я вспоминаю предложение Бориса Джонсона, который в самом начале этой войны предлагал один из таких вариантов точно так же. То есть Великобританию, Польшу, страны Балтии, Украину, Румынию и Турцию. Это тоже один из форматов. Какой формат будет предложен, я не знаю. Ну, я могу предполагать, что Йенс Толтенберг, который приезжал недавно к вам в Киев, имел конкретный разговор с президентом Зеленский. Вот они наверняка вот так откровенно обо всем и говорили, а может быть еще больше говорили о разных других видах систем безопасности для той же Украины. На переходный период, я имею в виду, пока эта война не завершится. И сразу же после этого все понимают, что Украина должна быть принята в НАТО и должна быть принята в Евросоюз. Просто другое дело, вот весь этот период, как это будет выглядеть, да, вот этот переходный период. Наверняка они это обсуждали. Я не сомневаюсь, что повторений 2008 года не будет. Не будет того, что было вот такого позорного, да, решения, которое тогда вас обманули, можно сказать, вместе с грузинами. И поэтому и грузины получили оккупацию своих земель, и вы получили оккупацию своих земель. Ну, естественно, им надо будет это исправлять. Судя по тому, как ваш президент сегодня выступал в Гааге, в Нидерландах, я видел, он это даже озвучил в некоторых моментах. То есть все понимают, что должна быть конкретика, должна быть какая-то конкретная дорожная карта, где все вот четко будет прописано, вот ответы на этот вопрос. То есть такая неоднозначность, которая была в 2008 году, я не вижу. А что касается каком варианте это будет выглядеть, вариантов много, я их озвучил, может быть, даже будут еще несколько других вариантов. Но это однозначно должна быть такая страна, с которой будут считаться в мире. Что касается и Китая, я не думаю. Я не думаю, что Китай в этом вопросе нужен вам в системе безопасности. Ну, зачем так много? У Израиля один Соединенный Штат, только Соединенный Штат Америки. И они, посмотрите, в этом окружении уже 70 с лишним лет живут же. И все у них на мази. Азербайджан, только Турция. И опять же, сегодня совершенно другая ситуация. И вот сейчас здесь, я с вами разговариваю, в Вашингтоне проходят переговоры под патронатом Энтони Блинкена между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. Уже четвертый день пошел. И это серьезные переговоры. И очень много шансов, что Азербайджан и Армения все ближе и ближе к мирному подписанию. А 30 лет назад этого не было. Потому что 30 лет назад никто с Азербайджаном не считался. Всем Армении помогали и Россия, и Франция, и Соединенные Штаты Америки. То есть их армянское лобби было по всему миру сильное. И тогда было наплевать на суверенитет, территориальную целостность Азербайджана. Но сегодня ситуация поменялась. Азербайджан сегодня уже не позволяет плеваться в сторону Азербайджана и его суверенитета, территориальной целостности. Наоборот, Азербайджан всех посылает вслед за русским кораблем, кто хоть раз постарается намекнуть на эту тему. И поэтому, видите, и Париж с этим считается, и Вашингтон считается. И поэтому далеко не случайно сегодня Вашингтон проявляет эту инициативу, такую уверенную инициативу, для того, чтобы помирить Азербайджан и Армению. Потому что помирив Азербайджан и Армению, а после этого Турцию с Арменией, естественно, легче будет выдавить Россию из региона. После этого Россию выдавить с той же Арменией и, естественно, в перспективе с той же Грузией. Ну и параллельно успех Украины на своих фронтах. И вот та цель, которую преследуют те же Соединенные Штаты, опять же, как я говорил, они включают прагматизм. И поэтому очень важно здесь вам самим быть сильными. Все будет определять и повестку дня, в вопросе Вашего приема НАТО, в вопросе Вашего приема Евросоюз, будущего Украины, будущей системы безопасности. И всего того, что нужно будет даже и для восстановления Украины. Все зависит от того, насколько Вы будете сильные, консолидированные. Как общество, чтобы Вы были сильные, консолидированные. Это же не только успех в войне. Я же вижу в течение года огромное количество желающих поломать Вашу эту консолидацию. И вот занимаются всякие полезные идиоты внутриполитическими разборками, когда у Вас идет экзист, национальная война. Посмотрите на Азербайджан, берите пример и учитесь. Азербайджан уже третий год этим не занимается. Никто в Азербайджане, ну может быть, у нас там тоже есть 5% каких-нибудь людей, которые не понимают значения государственности для страны. Потому что во время таких процессов сегодня очень важно соблюдать консолидацию страны, сохранить эту государственность, помочь стране выдержать эту турбулентность. Вот у Азербайджана три года закрыты все сухопутные границы. Подчеркиваю, три года. Три года у Азербайджана вся граница на земле закрыта. Как с Грузией, как с Турцией, как с Ираном, как с Россией. Ни по морю, ни по земле. Только по воздуху. Как вы сами понимаете, по воздуху легче контролировать всякие проявления антиазербайджанских тенденций со стороны тех или иных разведок, тех или иных соседей. Особенно, когда находишься в таком окружении. А у вас что? У вас граница проходной двор. Ваше информационное поле проходной двор. И плюс все то, о чем вы меня сейчас спрашиваете. И плюс занимаетесь внутриполитическими разборками. Это очень важно понимать. Просто доверяйте своему правительству. Однозначно, коней на переправе не меняют. У вас хорошее правительство. У вас прекрасный президент. Поверьте мне, у вас на самом деле хороший президент. Вам повезло с ним. В трудные минуты. И ему повезло с его народом, который его избрал. 73%. И вот вы сегодня стали как монолит. Все, да? Вот и вы журналисты, и вы терророборона, и не только же генерал-залучный с солдатами. Все украинское общество. Вы же выдержали первый удар, когда весь мир готовился к близкрику. И поэтому вот в этом самом, в такой консолидации, вы заставили всех считаться собой. Но так не позволяйте никому, ни внутри страны, ни мне страны, ломать вот эту консолидацию. Доверяйте друг другу и доверяйте тем людям, которые правильно вели себя с первого дня этой войны. И вы видите, каких успехов вы уже добились. И чем больше вы будете успехов добиваться, тем больше будут вот такие нарративы вбрасывать разных, со всех сторон. И очень многие сегодня заинтересованы, что переговоры были сегодня. Никто вас этим не заставит. И США этим заниматься не будет. Если вы будете сильнее, никто вас не заставит. Показывайте зубы всем, кто будет на эту тему с вами говорить. И Вашингтону, если надо, и Лондону, и Парижу, и Берлине. Всем. То есть вы должны всем говорить, что вот есть Украина-91. Вот как здесь вот в Конгрессе представляли вот этот законопроект, да, на Хельсинской комиссии. Посмотрите, сегодня заседание, я вот перед эфиром слушал прямой эфир, ну я имею в виду ту часть, которая публичная была, да, в Сенате, в Комитете по вооружениям. Уступал директор национальной разведки, женщина, она выступала, и выступал начальник главного управления разведки Министерства обороны, я имею в виду Пентагона, да. Вот, ну местный Буданов, так сказать. Вот, и посмотрите, что они там говорили, какие там они, и какие вопросы им ставили. Америка понимает. И в Нижней Палате до этого вчера, и позавчера такие же похожие слушания проходили. Нижняя Палата и Верхняя Палата уже прекрасно понимают, что сегодня все надо сделать для того, чтобы Украина в этой войне победила. И это нужно в первую очередь, и Америке в том числе. И тенденция идет в том направлении. Посмотрите, что сказал в Израиле Кемин Маккартни. Точно так же тот, который говорил, чтобы никаких пустых чеков. Посмотрите, какие заявления он делает. В Америке все больше и больше это понимание приходит, что эта война доходит до какой-то важной фазы. И поэтому есть фазы, которые связаны с вами непосредственно на поле боя. Есть фазы, которые будут связаны с переговорами, с перспективами этих переговоров. И это, конечно, американо-китайская тематика, да. И поэтому вот это все то, что мы видим, вот так я, видите, объемно стараюсь это вам ответить, чтобы вы понимали бы, вот через эту призму вы это все и воспринимаете. И тогда вам легче будет найти ответы иногда на те или иные вопросы. То есть, чтобы не каждый раз выходил какой-то политолог, вам все это расшифровывал. Потому что есть вещи, которые иногда на поверхности лежат. А для того, чтобы вас пугать, моментально, моментально вбрасываются разные нарративы. Из той же газеты, из какой-то, из неназванных источников и начинают будораживать украинское общество. Вот как будто американцы уже не хотят, американцы устали, там в Конгрессе не хотят. Тот так ляпнул, этот так ляпнул. Не слушайтесь их, доверяйте проверенным источникам. И в первую очередь слушайте ваших. Вот посмотрите, как вашего президента здесь принимали. Ну не здесь, я имею в виду вот недавно. То, что сегодня его принимали в Гааге. И что он там говорил, и что ему обещали бельгийцы, что ему обещали голландцы. Что говорили вообще на тему международного уголовного суда. Посмотрите в Евросоюзе, что сегодня обсуждали. Обсуждали как раз-таки тему этих репараций. Вспомните две недели назад, что принимали в Японии. Вот эта семерка министров иностранных дел во главе с Энтони Блинкиным. Какое решение было этой семерки. Вот это все говорит о том, что все идет в очень позитивном и нужном направлении. Вот. И скорость быстрая, она или не быстрая, никто вам всего не сказать не может. Да, мы, конечно, хотели бы, чтобы это быстро все закончилось. Но мы не знаем всей реальной ситуации того, что происходит на поле боя. А то, что происходит на поле боя и будет происходить на поле боя, это главный критерий для этого. Поэтому давайте наберемся режима тишины. И будем внимательно ждать успехов на поле боя. Господин Юнус, я напоследок хотел спросить. Вот президент Зеленский, сегодня выступая в суде ГАГИ, призвал к тому, чтобы режим диктатора Путина все-таки оказался на скамье подсудимых за все военные преступления, которые совершены против Украины. Международный уголовный суд уже, в принципе, выдал первый ордер на арест диктатора Путина. Но вот здесь есть определенный вопрос. Потому что в то же время США, они ведь не являются участниками римского статута. С другой стороны, если мы понимаем, что США начнут диалог с Китаем относительно поисков мира в Украине, то не будет ли Китай тогда вот вставлять палки в колеса этого правосудия? И каким тогда будет привлечение Путина к ответственности, по вашему мнению? — Изучайте историю, дорогой мой. Вспомните Вторую мировую войну и какие были разговоры до 30 апреля, пока Гитлер покончил жизнь самоубийством. За год до этого, я имею в виду и только покушение, и то, что было после Тегерана 43, и сепаратные переговоры и в Швейцарии, и в Швеции, и в Ватикане. То есть много где что. Поэтому на сегодня ситуация есть такая. Это же не говорит о том, что завтра она будет точно такая же. Если Китай сегодня ведет... Вспомните, как Китай вел себя несколько месяцев назад в Организации Объединенных Наций. А теперь, видите, всех удивляет, Китай проголосовал так. Все говорили о том, когда он позвонит Зеленскому. Вот он позвонил. А до этого, вспомните, поставки с вооружением. Вам хаймерсов даже не давали. Потом дали хаймерсов. Потом говорили, танков не будут давать. Потом дали танки. Потом говорили, абрансов не дадут. Потом дали абрансов. Сейчас говорят, самолетов нет. Уже самолетов нет. Вы же знаете, что я. А я ему говорил в конце. Вы получите все. И точно так же эта политическая конъюнктура будет точно так же работать в этой тематике. Однозначно. И поведение того же Китая и Соединенных Штатов, которые также не подписали этот Римский статут, это не играет никакой роли. Совершенно не играет. Для того, чтобы кого-то арестовать или посадить на скамье посудимых, здесь не нужно, чтобы Соединенные Штаты или их разведка бегала бы за этими. Или признавала бы она этот статут или не признавала бы. Есть же Международный уголовный суд. У них есть механизмы реализации своих решений. И там огромное количество стран и количество денег. Все, что работает уже давным-давно. И сколько раз мы видели результат деятельности этого суда. И это, что мешало Соединенные Штаты там не присутствовать. Ну а то, что они там не присутствуют. Это же не говорит о том, что может они там играют самую решающую роль. Ими же не обязательно там присутствовать. И уже определенные заявления даже были сделаны. Я имею в виду и касательно решения этого Международного уголовного суда об аресте. То есть Соединенные Штаты на самом высоком уровне даже устами президента США это поддержали. То есть это же не важно, подписал этот римский статут или нет. Здесь главное в том, что когда эта конъюнктура, когда эта тема созреет, она когда... Ну война еще не закончилась, а мы сегодня обсуждаем очень многое, которое однозначно завязано на том, что эта война должна завершиться. Вот одно дело обсуждать темы, которые сегодня происходят, и они не зависят от того, что война завершится или нет. То есть они вот сегодня происходят. Это один момент. А когда мы говорим о том, что вот война завершится, ну есть вещи, которые ну просто как дважды два. И я не сомневаюсь, что вопрос безопасности Украины как государства будет решен в рамках НАТО, в рамках Евросоюза, в рамках какого-то отдельного другого документа. Это уже решать украинскому руководству и украинскому народу, да, и их союзнику. Но это будет именно так, как должно быть раз и навсегда. Мало никому не покажется, да, и никто на Украину больше не нападет. Решение должно быть именно таким. А каким оно будет? Оно будет сразу же после войны. А война еще не завершилась. А когда война завершится, вот я напоминаю вам о решении «семерки», которое две недели назад в Японии они принимали. Политическое решение, политическая декларация, вспомните, какая там была, касательно экономических санкций. Что эти санкции, после войны они не остановятся. То есть это все будет продолжаться, потому что это напрямую будет связано с репарациями касательно Украины. Сегодня вот я с вами разговариваю, данную минуту проходит в Евросоюзе заседание, которое изучает, как же юридические механизмы под эти репарации. Ну, то есть там не только же 300 миллиардов денег российского Центробанка. Уже 24 миллиарда на сегодняшний день заморожены средства российских олигархов. Просто сейчас ищут этот механизм, то есть как создать определенный трибунал какой-то, чтобы через него это все шло бы на восстановление той же Украины. Ну, сегодня война же еще не закончилась, и сегодня Украина уже не восстанавливает. Поэтому, когда это закончится, тогда к этому времени вот эти механизмы будут все готовы, включая Международный трибунал по наказанию преступников. Потому что все необходимые документы уже подготовлены. Я уже не говорю, более 40 тысяч уже уголовных дел, и каждый день это количество увеличивается. То есть предварительная вся превентивная работа проводится, и она уже почти к финишной прямой приближается. Осталось только последние гвозди в этот гроб забить, я имею в виду, успех на поле боя, и завершить эту войну с позиции силы. И после того, когда это будет, тогда все ответы на ваш вопрос вы получите автоматически, включая то, как посадить на скамью посудимых. Как-то же посадили в Нюрнерге и Геринга, и Кальтера Мруннера, и всех остальных, которые тогда принимали участие в тех преступлениях, которые были осуществлены Гитлером и его сподвижниками. Я не сомневаюсь, и здесь тоже самое будет, такая же ситуация. Господин Юнус, вот на этой ноте буду благодарить вас за эту содержательную беседу, и спасибо за то, что нашли время для того, чтобы присоединиться к нашему эфиру. Дякую, до побаченняя, слава Украине. Героям слава, дякую еще раз вам. И, друзья, напомню, что на связи из Вашингтона с нами был политолог Рамиз Юнус. Друзья, сейчас призываю вас, поставьте лайк этому выпуску. Это очень важно для нас, чтобы это видео увидело как можно больше наших зрителей. Ну и напишите в комментариях вот ваше мнение по поводу тем, которые мы сегодня успели обсудить. Ну и, кроме того, призываю вас подписаться на мой личный ютуб-канал, называется он Алексей Печий. Буду рад вас там видеть. На цьому буду завершувати. Традиційно дякую всім, кто доеднався, дякую за ваше критичное мислення. И традиционно закликаю, вірте в Украину, вірте в ЗСУ, допомагайте один одному и нашим захисникам, и тогда разом мы точно переможем. Слава Украине, побачимось.